Говорят, талантливый человек талантлив во всём. Таким был известный живописец Константин Коровин. Ему легко давалось всё, за что бы он ни брался. Полотна художника можно увидеть в Эрмитаже, Третьяковской галерее и даже в Лувре. До сих пор его считают выдающимся импрессионистом. Работу Коровина «Портрет хористки», написанную в 1883 году, назвали первой ласточкой русского импрессионизма. Лицо женщины, её платье, шляпка, залиты мягким рассеянным светом. По ним скользят отцветы, падающие от зелени деревьев. Широкая свободная живопись, сияющие краски. Всё это сделало портрет большим достижением русской живописи. Правда, многие художники того времени раскритиковали новаторский стиль автора. А в 1887 году Коровин впервые посетил родину импрессионизма Париж и написал «У них нашёл я всё то самое, за что так ругали меня дома, в Москве». Любовь к искусству Константин Коровин перенял у родителей. Особенно ему нравились акварельные рисунки матери. Художник писал в своих мемуарах, что от её пейзажей улетал куда-то в райские края. Вслед за братом Сергеем 14-летний Константин поступил в Московское училище живописи, вояние и зодчество, но на архитектурное отделение. Кто знает, как бы сложилась его жизнь, если бы он не перевёлся на живописное отделение, где его преподавателями стали Алексей Саврасов, Василий Перов и Василий Поленов. Впрочем, Коровин не растерял полученные на архитектурном отделении знания. Гораздо позже он спроектировал дачу не только для себя, но и для своего друга Фёдора Шаляпина. Одним из ближайших друзей Коровина был Валентин Серов, с которым они познакомились во время учёбы и были участниками знаменитого Абрамцевского кружка, организованного меценатом Саввой Мамонтовым. Они были абсолютно не похожи друг на друга. Общительный и жизнерадостный Коровин, и спокойный, и в чём-то даже угрюмый Серов. Их дружба была такой крепкой, что Савва Мамонтов даже называл их Серовин и Коров. В их работах того времени можно заметить взаимное влияние. Именно в этот период и был написан знаменитый портрет Коровина кисти Серова. На нём художник Полу лежит на топчане, прислонившись к стене. И Серов написал этот портрет в духе так любимого его другом импрессионизма, широкими и фактурными мазками. Коровин питал большую страсть к аристократическим нарядам. В юности любил носить шёлковые жилеты, бархатные пиджаки, обожал кольца и перстни, которых у него было немерено. Известно, что Константин Коровин был прекрасным театральным декоратором. Он много лет оформлял спектакли Большого театра, среди которых «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Садко». Новатор в живописи, он стал новатором и в театре. Во время работы над постановкой балета «Дон Кихот» с хореографом Александром Горским он решился на невиданный шаг, отказавшись от традиционных пачек и классических причесок. А вместо симметричной планировки выбрал диагональную композицию. В 1890-х годах Савва Мамонтов предложил Коровину и Серову отправиться на север. В то время он занимался строительством Архангельской железной дороги. Художники с радостью согласились. Они посетили Архангельск, Териберку, поплавали на пароходе Ломоносов по Ледовитому океану, создали множество этюдов и даже успели поохотиться на белых медведей. После этой поездки Коровин написал панно для павильона «Крайний север» на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде 1896 года, получившее широкое признание. Есть легенда, что из поездки Коровин привез не только новые работы, но и моржа с самоедом. Говорят, во время Нижегородской выставки они жили рядом с павильоном. Морж в бочке, а самоед рядом. В 1900 году другие панно Коровина, вдохновленные поездкой в Арктику, представили на всемирной выставке в Париже. За них художник получил золотую медаль и орден кавалера почетного легиона. Позднее Савва Мамонтов перенес 10 панно из этой серии в главный вестибюль Ярославского вокзала в Москве. Они были там до 1961 года, после чего их передали Третьяковской галерее. Художник тяжело пережил последствия революции. Он остался практически без средств к существованию. С надеждой на лучшее и ради здоровья жены и сына в 1922 году он эмигрировал в Париж, который так любил. Но город не принял художника. Он с трудом сводил концы с концами. В какой-то момент его настигла еще одна трагедия. Коровин начал слепнуть и уже не мог писать картины. Тогда же он начал делиться своими воспоминаниями, диктовал мемуары, лежа в постели. За воспоминаниями последовали рассказы. Так в 70 лет Коровин стал писателем. Причем все с удивлением отмечали, что к литературной деятельности у него обнаружился дар не хуже, чем к живописи. Коровин мечтал вернуться на родину и говорил, что хотел бы умереть в России. Но этому не суждено было сбыться. Сердце художника остановилось в Париже 11 сентября 1939 года. Ему было 77 лет.